Остается только гадать, о чем так замечтался здесь Альберт Эйнштейн. Вот как выглядели заядлые картежницы образца 1914 года. Мало кто знает, что знаменитый писатель Курт Ваннигуд, был очень привязан к своей четвероногой любимице тыковки. Девушка оценивает мощь Арнольда Шварценеггера, заглянувшего в Нью-Йоркский ночной клуб. Начало прошлого века. Обитатели Сибири, демонстрируют процесс производства Тарасуна, известного также как Бурятская водка. На дворе 1936 год. Крохотная Людмила Гурченко знать не знает, какое будущее ее ждет. СССР. Меломан записывает полюбившуюся ему группу прямо на концерте. Карелия. 1894 год. Плакальщица. На свадьбе усердно отрабатывает гонорар. Всемирно известный писатель Марк Твен с другом. 1891 год. По улицам Нью-Йорка, величаво шествует цирковой слон. Говоришь, сейчас высокая мода похожа на бред сумасшедшего. А ведь она была такой всегда. Перед тобой платье образца начала прошлого века. Аппарат для самообслуживания, наливавший виски всем желающим. В современном офисе отлично смотрелся бы рядом с кулером. Зима 1940 года. Один из первых снимков знаменитой Марилин Монро, которую в ту пору еще звали Нормой Джин Бейкер. Надо отдать ему должное, Элвис Пресли знал толк, в подготовке к Новому году. В детстве Светлана Светличная выглядела как маленький ангел. 1924 год. Оборванные беспризорники, выясняют отношения на городских улицах. Перед тобой танцующий кореянкий киссон, местная версия японских гейш. 1963 год. Обычная картина в московском салоне красоты. Ты тоже не узнал, в этой смущенно улыбающейся малышке Катрин Денев? Игорь Вера Стравинский, уехавший из СССР перед войной, сфотографированный в своем доме в Голливуде. А вот каким жизнерадостным малышом, был когда-то Томас Эдисон. Непревзойденный, Фредди Меркурий, и его возлюбленная Мэри Остин. Дженни Черчилль, мать легендарного британского политика Уинстона Черчилля. 16 детей. Многодетной матери хочется посочувствовать. А ведь в те времена это считалось нормой. Ставь лайк под видео. Делай репост. Подписывайся на канал Хоффман.